интернет-магазин с ккс и сегодня представляем телефончик один из наших стационарных gsm телефона новый телефон gsm фирмы srtek он теперь уже русифицирован если раньше телефона были не русифицированы то теперь они русифицирован какие ранее это телефоны фирмы huawei комплектацию входит обязательно такой кабелек это кабелек соединяющий трубку антенна данном телефоне встроен усилитель для мощности сигнала но инструкция правда на английском языке зарядный зарядное устройство она здесь двух типов теперь есть разъем круглый на памперажу это у нас 1 амперная 5 вольт а также их поддержка наперед захожу сразу есть поддержка разъема разъема мини юсб что нужно сделать телефон не будет работать без антенны то есть обязательно нужно крутить антенну только после этого телефон будет работать вкручивается антенна поставили дальше нужно подключить трубку трубка подключается как стандартном стационарном телефоне но это не стационарный телефон это gsm телефон вот так выглядит телефон в общем русской клавиатуры нет не наносится но смски можно набирать том числе на русском языке в эти сразу посмотрим что у нас сзади саде скрепление стандартная здесь вот спрятанный микрофон здесь очень мощный их 21 на громкую связь на обычную связь и сзади вот разъем под питанием я уже есть еще у нас разъем под питание с этой стороны двойное такое питание чтобы трубка не падала из защелочка классическая все развернуть например и вас телефон висит вот вот висеть не падать это в принципе ничего нового это все взято из телефонов стационарных как же включается и как ставится сим-карта сзади есть ниша открываем ее здесь находится батарейка батарейка на тысячу миллиампер принципе она является стандартной 37 вольта можно ставить и другие неважно главное чтобы сюда влезла здесь появился разъем включение питания раньше такого не было вот сюда вставляется карта сим-карта она здесь одна также есть версия данного телефона еще поддерживать карту памяти минут в этом место зачем не знаем но есть такая поставим режим он положим перевернем и теперь можно выключать телефон предварительно закрыв крышку кнопка включения у нас есть зеленая подсветка пока не меняется появилась русское меню то есть поставлена прошивка есть сообщение можно писать сообщение просмотреть входящие исходящие так далее я не знаю как вам видно но сейчас попробую сначала под настроить так чтобы было видно настройки настройки телефона показать подсветка это подсветка регулирования контраста сделаю контраст поменьше вообще ничего не видно контраст побольше вот так вот более-менее так начнем выйдем сначала начнем сообщение можно написать сообщение можно выбирать с помощью решетки язык том числе русский если вам нужно написать сообщение начинайте от набирать его вполне и отправить если русский нажимают русский язык английский english цифры русский и вот можно набирать мама примеру выходим дальше журналы вызов набранные номера принятые вызовы пропущенные вызовы и можно их удалять и просматривать контакты так настройки контактов состояние памяти 300 контактов встроенных плюс карта памяти помним об этом как создать новую запись можно ввести имя имя можно вводить сейчас посмотрим на длину так редактировать русский раз 468 10 на 10 символов русских на английский в два раза больше можно ввести телефон мобильный и можно вести еще почтовый ящик номер почтового ящика то есть немножко больше возможностей дальше из настроек есть настройка вызова можно выбрать сеть вызовы блокирующие ожидания вызова и звонки запрещены из других настройках есть запоминание времени вызова задержка после автоматический повтор вот в той версии в которой есть карта памяти есть возможность записи всех разговоров настройка телефона настройка языка позволяет выбрать разные языки как видим здесь появилось и больше чем раньше только раньше было только два настолько клавиатуры каждую кнопочку можно задать какие-то действия существует также профиле восстановить заводские настройки для этих телефонов пароль всегда четыре нуля все кому нужно часы выставить устанет время и дату формат времени формат отображения также сигнал может сигнал это у нас будильник есть 1234 будильника до единца что в этой модификации нет уже радио предыдущих было радио вот в принципе все что можно рассказать об этом телефоне единственно хочу продемонстрировать как еще в принципе происходит звонок есть его на пример звонят и подняли трубку то сразу происходит соединение только положили она закончилась если на громкой связи при наборе ну в принципе тот же также работает как и обычный стационарный телефон но на 7 карте с усиленным сигналом будет брать очень далеко удобно для офисов а также для пожилых людей